Добрый день, дорогие ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Сегодняшняя тема – решение задач в три действия – культура отдыха в развлекательных центрах. На уроке вы будете моделировать и решать задачи. Все мы любим отдыхать и развлекаться, и я вам предлагаю пройти математический квест «Игру в развлекательном центре». Каждое задание поможет нам понять тему и достигнуть нашей цели. Первое задание нашего квеста – «Узнай высоту». Знаете ли вы, что колесо обозрения «Хаппи-Ай» на территории торгово-развлекательного центра «Мега» в Алматы является крупнейшим в Центральной Азии? И наше с вами задание – узнать высоту этого аттракциона. Найдите значение выражения. Узнайте высоту аттракциона в метрах. Для того, чтобы решить правильно, сначала проставьте порядок действий и выполняйте последовательно. А теперь давайте посмотрим, что у вас получилось. Ребята, это значит, что колесо обозрения в высоту достигает 60 метров. Теперь мы отправляемся на колесо обозрения, и перед нами задача. На аттракционе колесо обозрения разместилось по 6 человек в 24 стандартных кабинках и по 4 человека в 12 комфортабельных кабинках. Сколько всего человек разместилось на колесе обозрения? Давайте вспомним, из каких частей состоит задача. Правильно, это условия, вопрос, решение и ответ. Напишем краткое условие задачи. 24 стандартные кабинки по 6 человек, 12 комфортабельных кабинок по 4 человека. Всего неизвестный человек. Теперь приступаем к решению задачи. В первом действии мы узнаем, сколько всего человек разместилось в стандартных кабинках. Для этого мы найдем произведения 24 и 6. Это у нас получается 144 человека. Значит, всего в стандартных кабинках 144 человека. Вторым действием мы должны с вами узнать, сколько всего в комфортабельных кабинках. Для этого мы найдем произведения чисел 12 и 4. Это получается 48 человек. Значит, 48 человек всего в комфортабельных кабинках. И третьим действием, ребята, мы уже знаем, что в стандартных в кабинках 144 человека, в комфортабельных 48 человек. Узнаем сумму. Это у нас 192 человека. Запишем выражение. Сумма двух произведений равно 192. Ответ. Всего 192 человека разместилось на колесе обозрения. Отлично, ребята, вы справились с этим заданием. А теперь поможем Алие решить задачку. У Алии было 600 тенге. Она купила два билета по 165 тенге. Сколько денег у нее осталось? Запишем условие. Было 600 тенге. Купила два билета по 165 тенге. Осталось неизвестно тенге. Приступаем к решению. Для начала мы должны узнать, сколько Алия истратила денег. Для этого мы находим произведение чисел 165 и 2. Это у нас получается 330 тенге истратила Алия. Вторым действием, ребята, мы из всего было денег 600 отнимаем 330, то, что она истратила. Получается 270 тенге осталось у Алии. Ответ. 270 тенге осталось у Алии. Молодцы! Мы помогли Алие узнать, сколько денег у нее осталось. Мы переходим к следующему заданию. Представим, что площадь нашего прямоугольника 96 квадратных метров. Какие значения длины и ширины будут возможны в данном случае? Если площадь 96 квадратных метров, то вспомним таблицу умножения. Какие два числа при умножении друг на друга дают в произведении 96? Это 96 и 1, 48 и 2, 32 и 3, 24 и 4, 16 и 6, 12 и 8. Отличная работа! Последнее задание требует от нас исследования. Называется оно «Двойные ряды». Определите закономерность и запишите по 4 числа в каждом ряду. В каждом ряду спрятаны по 2 ряда и 2 закономерности. Молодцы, ребята! И с этим заданием вы справились. Вот и подошел к концу наш квест. Благодаря ему вы узнали много нового и интересного. Сейчас посмотрите на чудо-дерево. Выберите для себя яблочко, если у вас все получилось и у вас хорошее настроение. Цветочек, если вам было трудно, но вам понравилось и у вас хорошее настроение. И листок, если у вас не получилось и вы находитесь в плохом настроении. Думаю, многие из вас выбрали яблочко. До свидания! До новых встреч!